Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на мой канал, канал Антона Бустера, где говорят про саунд-дизайн и всё, что с ним связано. Мало кто не слышал о приключениях Капитана Шепарда – трилогия, которая завоевала сердца тысячи фанатов, совсем недавно вернулась в виде переиздания. По-моему, прекрасный повод вспомнить былые времена, окунуться в атмосферу космоса и узнать, как же создавался звук для второго Mass Effect. Но перед тем, как мы начнём, я попрошу тебя подписаться на канал, если ты до сих пор не подписан, и поставить лайк. Команда саунд-дизайнеров состояла из восьми человек, главным из которых был Роб Блей. Они хотели использовать великие основы Mass Effect 1, добавив больше звукового развития, обратной связи для игрока и глубины звуковым системам. Также планировалось повысить точности чёткость звуков, но сохранить согласованный со вселенной Mass Effect. BioWare понимала важность звука и поддерживала усилия звуковой команды. Поэтому, чтобы внести множество улучшений звук, команда очень тесно работала с другими отделами, иногда напрямую интегрировать в другие команды. Mass Effect 2 гораздо более мрачная и жестокая игра, чем первая часть, поэтому была сложной задачей добиться этого ощущения, сохраняя при этом согласованность с первой частью. Но на самом деле самые большие проблемы были связаны с фундаментальными изменениями в технологии и команде по сравнению с Mass Effect 1. Mass Effect 2 не был продолжением с точки зрения звука. Аудиосистема была полностью изменена, и основным инструментом стал служить Vice от Audio Kinetic. Поэтому все ресурсы, технологии, инструменты и системы пришлось внедрять заново. Команда воспользовалась этой возможностью, чтобы переработать практически весь звук в игре. От силы и оружия до музыкальной системы и озвучки персонажей. Это было довольно сложное мероприятие, и первый год Роб Блейк провел в одиночестве, создавая основу для проекта, прежде чем его звуковая команда приступила к работе в течение последних 8 месяцев производства. У BioWare была большая команда Роб в качестве руководителя, 9 штатных саунд-дизайнеров, аудиопродюсер Marvin Odex, пара аудиопрограммистов и еще несколько специалистов по обеспечению качества звука. Такой размер команды был необходим для создания звука к 60 уровням, 150 роликам, 20 тысяч анимациям разговоров, 32 тысячам строкам диалогов и примерно к 40 часам игрового процесса до уровня качества, которого они хотели достичь. Крупномасштабные ролевые игры, которые они делают в BioWare, требуют, чтобы команды такого размера добивались достойного качества, не тратя годы на их завершение. Работа была разделена по отделам, а звуковые дизайны распределены по разным направлениям, чтобы максимально повысить производительность и ответственность. Из-за большого размера игр студии, BioWare старается сосредоточить людей на определенных областях для каждого проекта, но следят за тем, чтобы они никогда не попадали в разработку нескольких игр одновременно. Делать людей счастливыми очень важно для того, чтобы они хорошо работали, поэтому студия всегда стремится дать людям то, что они хотят. Основные инструменты команды всем известны и Pro Tools, Soundforge, плагины Waves, Native Instruments, Camel Audio, Ableton Live и так далее. У каждого саунд-дизайнера также была пара компьютеров, система 5.1, множество рекордеров и микрофонов. При озвучивании финального босса, протожнеца, его звук был разделен на три категории – движение, оружие и голос. Что касается звуков движения, многие уровни сервоприводов и гидравлики были вырезаны для каждой анимации босса. Ключом к этой работе было прохождение всей шины через автоматический формантный фильтр. Это объединило слои в более цельный звук, который казался единым, а не армией маленьких роботов. Он также добавил в звук столь необходимый органический элемент. Оружие было создано с использованием большого горна в качестве основного элемента. Этот тон горна прорезает любой микс и дает естественное ощущение приближения к гигантской машине. Что касается его голоса, тот же горн был растянут во времени до тех пор, пока он не стал очень зернистым и синтетическим, а затем пропущен через формантный фильтр, чтобы придать ему качество человеческого голоса. Цель при создании звуков существ заключалась в том, чтобы избежать эффекта сэндвича с животными, характерного для многих многослойных образцов, и создать уникальный лейеринг. С этой целью саунд-дизайнеры выполняли вокализации, которые затем редактировали и обрабатывали. Более роботизированные или синтетические голоса создавались с помощью синтезаторов, отредактированных соответствующему состоянию или анимации. Звуки биотики были почти полностью созданы из синтетических источников. Команда хотела добиться более мягкого и тонального звука, но все же с достаточным воздействием, чтобы прорезать микс. Основная часть тональных элементов была создана с помощью субтрактивного синтеза. Большая часть характера звука возникала из-за резкого растяжения и подачи синтетических звуков. Поскольку биотические силы — это эффекты искажения пространства и гравитации, с творческой точки зрения команда хотела, чтобы это звучало так, как будто биотические эффекты искажают окружающую среду. Хороший пример этого — когда игрок использует умение «бросок», где есть быстрая фильтрация нижних частот на визуальном эффекте размытия, исходящем от игрока. Звуки основного орудия были созданы с использованием комбинаций гранулярного синтеза, спектрального размытия, реальных орудий и записей автомобилей. Самые важные вещи, которые команда добавила в конце — это выброс пара, когда оружие израсходовало свой термозаряд, а также звук боеприпасов, который усиливается, когда у игрока заканчиваются заряды. Это помогло игровому процессу, давая игроку звуковую обратную связь. BioWare создали собственную интеграцию Vice в Unreal, поэтому Роб Блейк работал в тесном сотрудничестве с аудиопрограммистом Дэвидом Стритом, чтобы разработать все инструменты, которые использовались в Unreal. Такие вещи, как излучатели звука, его громкость, музыкальная система, система Foley, система графического интерфейса и т.д. Все это нужно было переделать для работы с Vice. Они были созданы так, чтобы их можно было легко и быстро использовать с гибкостью, позволяющей реализовать все безумные идеи звуковых дизайнеров. Роб спроектировал структуру проекта Vice специально для большой команды, поэтому в итоге они получали огромное количество рабочих единиц Vice — более 300 в иерархии актеров и микшеров. Но в конечном итоге у них почти не было конфликтов. Разделение рабочих единиц по дисциплине и обеспечение единообразия во всех областях Vice значительно упростили навигацию по контенту. Джереми Войла, саунд-дизайнер, ответственный за Foley, рассказывал, что для Mass Effect 2 было записано много оригинального звука. И Foley не стали исключением. Чтобы смоделировать фтуристические материалы в игре, они обратились к различным видам спортивного снаряжения. Защитное снаряжение, такое как бронежилеты для мотоциклов, хоккейные наплечники и олдскульные лыжные ботинки, придают приятное ощущение тряски, соответствующие типам брони в игре. Они также записывали с близкого и дальнего ракурса, смешивая их во время изменения ракурсов в игре. Это красиво сгладило переходы. При таком большом количестве разных планет и раз один из наиболее важных факторов действительно дать каждой среде свое собственное оригинальное звучание. Нужно учитывать историю как доминирующих видов, так и диких животных в целом, а также технологии, вооружения, транспортные средства и любые другие аспекты, которые могут повлиять на атмосферу в мире. Придумать столько вариаций было непросто, но интересно. Звуки техники и индустрии, вероятно, были самой большой группой звуков, но с такими разнообразными и детализированными гонками это был отличный источник вдохновения. Например, Кроганы – большая грубая раса воинов, но не самая технологически продвинутая. Подход к их родному миру был более скудным и грязным. Старая техника, громкое шипение труб и более темный тональный элемент, чем, например, у кварианцев, которые происходят из более технологически продвинутого мира. Гладкий графический интерфейс, более чистая и менее шумная атмосфера помогли противопоставить эти две расы. Такой же подход применялся и к остальным локациям Mass Effect 2. Омега – темное место, оно полно воров и наемных убийц и существует далеко за пределами закона. Идея создания такой планеты заключалась в том, чтобы придать ей больше решимости. Темная, тяжелая музыка, играющая сквозь стены, споры и выстрелы вдалеке, разбивание бутылок и подозрительные торговцы – все это добавляет мрачности. Однако такое место, как Цитадель – полная противоположность, яркие и мерцающие тона, которые исходят от множества рекламных объявлений, а также более приятная музыка для магазинов и продавцов. Вот некоторые из вещей, которые помогли придать Цитадели более гостеприимный и приятный вид. Подписаться на канал, если до сих пор не подписались. Ну и ждите новых видосов. До скорых встреч в логе. Только в этот раз обращаю внимание на саунд-дизайн. Ведь после того, как мы начинаем слушать, звук в игре преображается и усиливает погружение. Но перед тем, как вы побежите устанавливать игру, не забудьте поставить лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok